Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатий Шиди, и в последний раз, когда биткоин сделал это, его цена удвоилась за три месяца. Я расскажу об этом, но ты должен понимать, что именно сейчас происходит с предложением биткоина, и какая конкуренция разгорается вокруг него. Один из крупнейших управляющих активами в Китае, China Southern Fund, которого еще называют китайским BlackRock, подал заявку на запуск спотового биткоин-эдфа. А теперь вспомни эту длинную историю, связанную с запретом биткоина в Китае. Она началась еще в октябре 2020, когда Китай запретил покупку и продажу криптовалют. В 2021 году Государственный Совет Китая подтвердил этот запрет. Китайские поисковые системы заблокировали все биржи, а государство запретило майнинг биткоина и криптовалют. Эти события можно увидеть на графике хешрейта биткоина. Во время запретов в Китае хешрейт биткоина переживал вот этот массивный обвал. Так как из Китая бежали майнеры, которые были вынуждены закрывать свои фермы на территории этой страны и переезжать в другие страны, например, в Казахстан. Сегодня хешрейт не просто восстановился, но и достиг исторического пика. А крупнейшие китайские управляющие активами обходят государственные запреты через Гонконг. И хотя Гонконг это специальный административный район Китая, то есть исполнительная, законодательная и судебная власть диктуется национальным правительством, он все же остается экономически отдельным регионом от Китая. Именно поэтому, используя гонконгские филиалы, крупные институциональные инвесторы из Китая могут получить абсолютно законный доступ к биткоину. Гонконг предоставляет им юридическую лазейку для того, чтобы растущая индустрия цифровых активов не прошла мимо. Так, фондом номер один, который подал заявку на создание спотового биткоин ETF, стал China Southern Fund с активами на более чем 284 миллиарда долларов. За ним последовали и другие фонды, такой как, например, Harvest Fund, управляющий активами на сумму более 230 миллиардов долларов. Он также подал заявку на запуск спотового биткоин ETF, и они сделали это через свои гонконгские подразделения, и сейчас находятся в ожидании одобрения местного регулятора. То, что крупнейшие инвестиционные фонды Китая подают заявки на запуск спотовых биткоин ETF, означает, что несмотря на прежнюю враждебность Китая по отношению к биткоину, китайские крупные инвесторы демонстрируют растущий интерес к криптовалюте. И одобрение спотовых биткоин ETF от таких влиятельных китайских компаний может значительно повысить авторитет биткоина в глазах как китайских регуляторов, так и китайских инвесторов. И, возможно, это не такое уж и совпадение, что на ужине у президента Китая присутствовали такие люди, как генеральный директор BlackRock Ларри Финг. Это, кстати, было в ноябре прошлого года в Сан-Франциско, и для многих эта встреча стала неожиданностью. Еще больше диких событий в Китае местные инвесторы так активно вливались в золотой спотовый ETF, что наценка на акции этого ETF подскочила на 30%. Это вынудило остановить торги этим ETF. Это означает, что инвесторы в Китае отчаянно покупают вещи, не связанные с экономикой Китая. И биткоин является такой вещью. Именно поэтому и спотовый биткоин ETF для них будет весьма кстати, ведь они задаются вопросом, видя, как американские фонды, такие как Fidelity, BlackRock, Arkinvest и другие делают деньги на спотовых биткоин ETF, почему их страна и клиенты должны оставаться в стороне? Как только BlackRock запрыгнул на этот поезд, как только прошло достаточно времени, чтобы все увидели рекордные объемы торгов американскими биткоин ETF, остальные тоже захотели это сделать. Мы видим начало конкуренции на рынке спотовых биткоин ETF, и эта конкуренция уже не между управляющими активами, а между целыми странами. Это международная конкуренция. Но прямым текстом об этом они никогда не скажут. 12 сентября Джейми Даймон, генеральный директор JP Morgan, сказал, что биткоин это мошенничество и нужно уволить всех, кто им торгует. Биткоин после этого заявления упал на 20%. На этой же неделе мы узнали, что крупнейшим покупателем биткоина стал JP Morgan. Друзья, это было несколько лет назад. Но вот что заявил Goldman Sachs 3 апреля 2024. Они сказали, мы до сих пор не видим ценности в цифровых активах, а наши клиенты до сих пор не проявляют интереса к биткоину и криптовалютам. И что же будет дальше? Мы узнаем, что Goldman был крупнейшим покупателем биткоина? Я не удивлюсь. Вот еще один пример. Опрос Deutsche Bank показывает, что инвесторы ожидают падения биткоина до 20 тысяч долларов. Эту аналитическую работу Deutsche Bank опубликовал в конце января 2024. И с тех пор биткоин вырос с 40 тысяч долларов до 70. Кстати, они зачем-то опубликовали точно такой же опрос 9 апреля 2024, в котором сказано, что 30% клиентов Deutsche Bank ожидает падения биткоина ниже 20 тысяч долларов до конца этого года. В любом случае, учитывая то, что мы уже не раз ловили такие крупные финансовые институты и банки на лжи о биткоине, никогда не доверяй этим банкам. Никогда не слушай, что они говорят. Смотри на то, что они делают. Ведь они профессиональные лжецы. Итак, до халвинга 10 дней. И ты видел, как вчера подскочила цена биткоина? Вот несколько причин, хотя, возможно, это не полный список. Первая. Обанкротившийся криптовалютный кредитор Genesys продал 36 миллионов акций GBTC, чтобы купить 32 тысячи биткоинов для погожения долгов перед клиентами. Хотели они этого или нет, но все-таки покупательное давление на биткоин оказали. Вторая. На вчерашний памп цены биткоина повлиял и новый стейблкоин от Athena, USD. Компания купила биткоинов на более чем 400 миллионов долларов в качестве обеспечения для своего стейблкоина. Четвертая новость меня очень поразила. Ведь японская компания MetaPlanet инвестировала в биткоин 1 миллиард иен. 6,6 миллиона долларов по текущему курсу. Не так уж и много, но вот что гораздо интереснее. Компания присвоила биткоину статус ключевого резервного актива. С целью снизить риски от владения иеной. Целая компания в Японии делает биткоин своим резервным активом. Но это историческое событие. Интересно, что после этого решения акции компании взлетели на 90%. Как на это отреагируют другие компании? Посмотрим. И пятая причина. Short Squeeze. Ликвидация шорт позиций на уровнях около 72 тысяч долларов. Что это значит? Это значит, что люди делают ставки на то, что биткоин будет падать тогда, когда халвинг, который сократит инфляцию биткоина вдвое, практически на носу. Да, действительно, до халвинга, во время халвинга и перед халвингом может быть волатильность. Об этом мы говорили вчера. И на этом графике мы видим, что после халвинга немедленного роста не случалось. Например, после вот этого халвинга, как ты видишь, цена упала, затем находилась в коридоре накопления. После вот этого халвинга цена тоже немного упала и находилась в коридоре накопления. Знаешь, что интересно насчет этого коридора накопления? Он указан на этом графике красным прямоугольником. Это был халвинг 2020 года. Сейчас халвинг 2024. И ты видишь, что мы переходим как раз таки в этот красный бокс. Это тот самый бокс накопления, в котором будет находиться цена после халвинга. И на самом деле, как пишет Racked Capital, это фактически одна возможность выгодной покупки в этом цикле. Усредниться в рамках этой фазы повторного накопления. И люди шортят это? Это безумие. Далее, в последний раз, когда биткоин побил предыдущий максимум в прошлых циклах, цена выросла более чем в 3 раза всего за 103 дня. Если история повторит себя, то мы можем увидеть, как биткоин вырастет до 213 тысяч долларов до июня. Лично я, хоть и биткоинер, с трудом верю в такой прогноз. Но этот бычий рынок значительно отличается от всех других бычих рынков, через которые мы прошли. Поэтому меня уже ничего не удивит. Но это не то, чему посвящен заголовок моего видео. И я собираюсь рассказать об этом подробнее. Давай перейдем к крупным банкам. Голман Закс, как ты помнишь, сказал, что он продолжает не видеть реальную ценность в цифровых активах. Так же, как и его клиенты. Но вот что забавно, рыночная капитализация биткоина, составляющая 1,3 триллиона долларов, выше, чем у четырех крупнейших банков мира вместе взятых. Это JP Morgan, это Bank of America, это ICBC и Wells Fargo. Но вообще никакой ценности. Всего лишь дороже, чем четыре крупнейших банка мира. И, наконец, главный график этого видео. График цены биткоина закрывается выше верхней полосы Боллинджера уже два месяца подряд. И мы уже видели это в прошлом. Это происходило трижды. И сейчас четвертый раз. Каждый раз после того, как цена биткоина закрывалась выше верхней полосы Боллинджера два месяца подряд, его цена удваивалась на протяжении трех месяцев. До следующей красной свечи. Посмотрим, как это сработает на этот раз. И мы увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok